И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Иисус жил в Галилее, в северной части Израиля. С тем же успехом, о ком-то можно сказать, Он вернулся в свою область. Иисус вернулся в Галилею. Он провел там более 30 лет, в основном в безвестности. Все считали Его сыном Марией. Он играл с братьями в футбол и ходил с ними в школу. Он работал в лавке плотника и ничем не отличался от других юношей деревни. В 30 лет Он пошел на юг, чтобы креститься у Иоанна в реке Иордан. Все четыре Евангелия рассказывают, что после крещения на Иисуса сошел Дух Святой. Бог сказал, это Мой Сын, а в Нем Мое благоволение. Затем сказано, что Дух повел Иисуса в пустыню. 40 дней Он постился и молился, а затем Его искушал Дьявол. Помните? Затем, пишет Лука, Иисус вернулся в Галилею в силе Духа, и новость о Нем распространилась по всему региону. Все изменилось в жизни Иисуса, когда на Него сошел Дух Божий. Он начал свое публичное служение, которое через три года привело Его на Голгофский крест. Если Иисусу требовала сила Духа, чтобы Он смог исполнить Божие предназначения, возможно, это истина и для нас с вами. Иисус не полагался лишь на Свои знания о Небесах или на другой аспект Своей личности. Он зависел от силы Духа. Мы с вами точно так же зависим от силы Духа. Сегодня мы поговорим об этом. У нас нет иного выбора, если мы хотим исполнить свое предназначение. Я приведу вам несколько примеров, чтобы вы лучше познакомились с личностью Духа Святого. Он — личность, но он не похож на Каспера, дружелюбное привидение. Библия называет его личностью. Греческий язык со всей ясностью отражает тот факт, что Дух Святой — личность. Начнем с бытия первой главы первого стиха. Это почти самое начало Библии. Перед ним только оглавление. Там сказано «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Земля же была безвидная и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Я не ученый, но я изучал иврит и немного о нем знаю. Моих знаний хватит, чтобы заблудиться среди улиц Иерусалима. Но могу сказать, что в иврите множественное число обозначается окончанием «им». В нашем языке мы добавляем окончание «и» или «ы». В иврите множественное число узнают по окончанию «им». В этих двух стихах есть три слова во множественном числе. Неожиданно для нас. Написано «Вначале сотворил Бог». Слово, которое приведено как «Бог», звучит как «элухим». Это множественное число. «Эл» значит «Бог в единственном числе». «Элухим» во множественном. Стих «Вначале сотворил Бог» впервые намекает на понятие о «Боге Отце», «Боге Сыне» и «Боге Духе Святом». Позже Писание говорит об этом подробнее. Однако впервые это понятие звучит в третьем слове первого стиха Библии. Полагаю, нам нужны отношения и с Богом Отцом, и с Богом Сыном, и с Богом Духом Святым. Но этот стих не единственный. Когда Иисус пришел креститься у Иоанна Крестителя, написано, что на Него целесно сошел Дух Святой. Затем голос неба сказал «Это мой Сын, в Нем Мое благоволение». В одной сцене мы видим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. «Троицу». Какие-то аспекты Троицы мне, моим разумом, не понять, но я не считал, что это насилие над моим интеллектом, и довольно легко принял их как данность. Образно говоря, это одна сущность в трех личностях. Об этом написано очень много книг, но я думаю, что в нашей жизни это легко объяснить на таком примере. Кто знает, что такое вода? Хорошо. Химический состав воды — H2O. Сколько здесь ученых? Один состав может принять три разных состояния. Одно из них — это жидкость, так необходимая для вашей жизни. Без H2O никому не прожить. Если ее заморозить, у нее будет совсем другой набор разных характеристик. Если ее нагреть, она станет газом, совсем с другими свойствами. Итак, пар, лед и жидкость. Один и тот же химический состав внутри очень разных состояний. Знаю, это не одно и то же, но это помогает мне понять идею Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Нужно знать каждого из них. Забыв об одной из личностей Троицы, вы потеряете значительную часть возможностей Бога действовать в вашей жизни. Мы принимаем идею о Боге Отце. С Иисусом еще проще. У нас есть Евангелие. Но когда речь заходит о Духе Святом, мы испытываем страх и тревогу. Знаете, Он не пойдет против вашей воли, не заставит делать то, что вам не хочется, не вынудит вас вести себя так, как вам того не хочется. Если бы Дух Святой мог пересилить вас, Он не дал бы вам согрешить, и тем более увлечься грехом. Не нужно его бояться. Если кто-то скажет, я не хотел, но Дух Святой меня заставил, это неправда. Мне говорят, пастор, не хотел вам говорить, но Дух заставил. Нет, просто вы долго об этом размышляли, вот и все. Я не верю, что Дух Святой нарушает свободу воли. Не нужно его бояться. Итак, первое слово, Elohim. А затем слово небо. На иврите это Шамаим. Небо тоже не одно. Есть небо над землей, на котором ночью вы видите звезды и планеты. Чудеса Божьего творения. Также есть небо, где живет Бог. Бог не живет среди звезд, у Него есть свое царство, духовное. Библия говорит, что Бог — это Дух. Он сотворил небо и землю. У слова небо несколько значений. Это не страшно? Многие слова имеют несколько значений. «Затем сказано, что Дух Божий носился над водой». Вода на иврите звучит как «Моим», тоже множественное число. Вода не одна, но мы поговорим об этом в другой раз. Какова же цель Духа Святого? Как Он действует в Писании? Иисус был нашим Искупителем, Агнцем Божиим, который пришел взять грех мира. Какова роль Духа Святого? Что делает Он? Как Он взаимодействует с людьми? Это важные вопросы, и нам нужны ответы. Мы повсеместно видим в Писании, что Дух Святой наделяет людей силой ради Божьих целей. Он наделяет людей силой Божьей, чтобы цели Бога осуществлялись в нас и через нас. Результат превосходит наши возможности, наш интеллект, наши силы. Благодаря Духу Святому мы обретаем помощь от всемогущего Бога. Меня это интригует. В Библии есть много примеров, но я выбрал один из книги «Судей». Эта книга не о зале заседаний и людях-мантиях. Судей мы называли лидеров израильских племен. У них не было единого правительства, и когда нужно было действовать сообща, Бог поднимал лидера-судью. Гедеон был судьей, Девора была судьей, Варак был судьей и Самсон был судьей. Во времена Самсона на страну напали враги. Они уничтожали урожаи, атаковали жителей, держали их в унижении. Бог поднял лидера, чтобы поразить филистимлен. Бог наделил Самсона необычайной силой, необычайной. Просто откройте книгу Судей, 15 главу, 14 стих. «То сказано, и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и протянул руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. Когда Дух Святой сошел на Самсона, он дал ему невероятную силу. Когда того связали веревками, он легко разорвал их. А затем взял челюсть животного и убил ею одну тысячу опытных солдат». Вот это да! Как же ему это удалось? Написано, что на него сошел Дух Божий. Филистинли не стали недоумевать, в чем секрет силы Самсона. И как ему это удается? Им очень хотелось это узнать. Если бы Самсон был ростом по 3 метра с 2% жира в теле и бицепсами толщиной с моей ноги, было бы понятно, откуда у него такая сила. Он больше нас, он сильнее нас. Не думаю, что Самсон выглядел как завсегдатый спортзал, накачанный стероидами. Я думаю, что Самсон был как один из нас. Будет забавно, если придя на небеса, мы увидим Самсона огромного роста. Думаю, что Самсон выглядел как... И так навряд ли он был очень высоким. И при этом на небесах он скажет тоненьким голоском, «Привет, я Сэм. Смотри, как я поднимаю быка». Филистинли не понимали, откуда у него такая сила. Поэтому они наняли того, кто выпытает тайну. Они не знали о завете с Богом. Они не понимали, что источник силы — это Дух Божий. Они думали, что Самсон пьет какую-то особенную воду или витамины, или заказал какой-то крем в телемагазине. Долида предала его. Самсон признался, что источник силы — его завет с Богом. Он был назареем. Это обещание, данное родителями еще до его рождения. Часть этой клятвы — не стричь волосы. А Долида остригла ему волосы. Вернемся немного назад. Дух Святой наделяет нас силой, но есть и другой аспект отношения с ним. Он дает вам осознание духовных вещей. Откройте книгу Судей, 16 главу, 20 стих. Она сказала филистимляне «Идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал «Пойду, как и прежде, и освобожусь». Его пленяли много раз, связывали новыми и старыми веревками. Враги всеми способами пытались пленить Самсона, но каждый раз на него сходил Дух Святой, и он освобождался. Написано «Анни знал, что Господь отступил от него». Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями. И он молол в доме узников. Обычно для этих целей использовали вала или осла. Те крутили жернов, который перемалывал зерно. Чтобы посмеяться над врагом, филистимляне привязали Самсона вместо вала. Написано «Между тем, волосы на голове его начали расти там, где они были острижены». Это один из моих самых любимых стихов. Это проявление благодати Бога. Самсон был не самым примерным персонажем. У него было много слабостей, и из-за своих неразумных решений он потерял благословение Бога и поплатился за это. Но Писание говорит, что волосы на его голове начали расти вновь. Бог не забыл о Своем завете с Самсоном. Это говорит и о том, что филистимляне не были слишком смышлеными. Если бы сила врага, который мучил меня и телесно, превосходил моих лучших солдат, была в его волосах, я бы поручил кому-нибудь брить его днем и ночью. У него не было бы ни волосинки, а волосы Самсона при этом росли. Но дело не в этом. Я хочу вернуться к 20 стиху, где Самсон сказал, «Пойду, как прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Одна из ценных ролей Духа Святого в нашей с вами жизни — он дает развлечение. Развлечение — немного религиозное слово. Оно означает «духовное сознание». Осознание, что Дух Святой рядом, либо нет. Это большая разница. Если бы Самсон только понял, что Духа Святого с ним нет, он бы убежал через окно и сказал, «Встретимся в другой раз». Но он не знал. Развлечение — это способность понять, святой или не святой Дух рядом с вами. Вы не представляете, насколько вы будете уязвимыми для обмана без помощи Духа Святого. Вы просто не представляете. Самсон был чемпионом, настоящим героем. Он был в Завете самим Богом. Но без Духа Святого он уязвим для врагов, как и мы с вами. Дух Святой — наш помощник. Не теряя зря времени, давайте откроем Новый Завет и посмотрим на проявление силы Святого Духа. Сейчас мы рассмотрим эту тему в общих чертах, а в последующих уроках поговорим более детально. В Новом Завете сказано о трех проявлениях силы Духа Святого. Их описания схожи, но не зная контекста и того, о чем там говорится, вы можете запутаться. Давайте немного поразмышляем. Я оценю то, во что вы верите, но сверяйте это с Писанием. Начнем с первого примера проявления силы Духа, силы преображения. Это сила Духа Божьего, нести внутренние перемены в вашу жизнь, Чтобы быть последователем Христа, жизненно необходимо преобразиться изнутри. Это не значит присоединиться к правильной организации или усвоить правильное систематичное богословие. Это значит преобразиться изнутри. Это совершает Дух Божий. Нам нужна сила большая, чем есть у нас. Это не просто сила воли или сила характера. Нам нужна сила, которая поможет нам победить самые неприглядные наши черты. Аминь. Эта сила названа плодами Духа. Давайте откроем послание к Галатам, 5 главу, и прочитаем, что же там написано. Итак, я говорю «поступайте по Духу». Здесь имеется в виду Дух Бога. Вы все понимаете, что вы Дух, верно? Вы Дух. У вас есть тело. Но вы при этом Дух. Бог знал вас, прежде чем вы созрели в утробе вашей Матери. Он знал вас до сотворения мира. Ваш Дух вечен, а ваше тело имеет свой срок годности. У нас есть срок годности. Как и у молока в магазине. Вам лучше выпить его до указанного числа. У нас, конечно, срок побольше, но это уже другая тема. Вы Дух. У вас есть тело. И душа, ваш разум, воля и эмоции. Но к какой части вашей личности напрямую относится Дух Божий? К Духу, конечно же. Той части нас, что сотворена по образу Бога. Итак, здесь написано «поступайте по Духу», и вы не будете исполнять вожделение плоти. А у кого из вас есть греховная плоть, если у вас нет, вы наверняка живете с теми, у кого она есть. Просто не поднимайте руки. Иначе сейчас все разбегутся, ибо плод желает противного духу. А Дух противного плоти, они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Разве это не про нас? Мы приходим в церковь и говорим, «Я хочу поступать правильно». Но у нас не получается. Кто из вас обещал никогда больше чего-то не делать, но продолжал это делать? Это конфликт нашей жизни. Хорошая новость? Есть сила, которая поможет нам победить вожделение плоти. Чем больше мы учимся сотрудничать с Духом Святым, тем больше мы сможем ограничить роль нашей плоти. Нам не нужно отрицать ее, извинять, оправдывать или объяснять. Ее можно победить. Аллилуйя! Каков же результат? Плоды — это очевидное проявление действия Духа Святого в нашей жизни. Есть девять способов это увидеть. Плод же Духа, «Любовь, Радость, Смир, Долготерпение, Благость, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание». На таковых нет законов. Но те, которые Христовы распяли плоти, страстями и похотями. Мы должны сказать «нет» греховным желаниям. Наше эго говорит «я чувствую». Я думаю и я хочу. А я говорю на это «нет», но я очень хочу. «Понимаю, но нет», «нет». Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Так мы возрастаем во Христе. Позвольте Духу Святому дать вам силы идти по жизни. Чего бы я не хотел, я сделаю паузу и скажу Богу, чего ты хочешь, что ты об этом думаешь. «Помоги мне понять это, а я постараюсь подчинить свою волю твоей». Есть хорошая новость. Та же творческая сила Божия, которая носилась над землей в первой главе Бусия, живет вас, чтобы помочь вам победить. Вот это да. И это на самом-то деле здорово. Поэтому христианство, оно особенное. Оно улучшает качество нашей жизни дома и в обществе. Это не политическая и не идеологическая инициатива. Силы Создателя всегда действуют в его творении и проявляют через нас характер Бога. Это потрясающе. Неудивительно, что дьявол ненавидит Иисуса. Если ему нужно уничтожить людей, то проще всего ограничить их осознание Иисуса и общение с Духом Святым. Ну а теперь поговорим о втором примере проявления силы Духа. Это сила процветать. Сила преображения — это внутренние изменения. Когда мы с вами становимся другими людьми, сила процветать — это сила Бога, которая помогает нам взаимодействовать с окружающим нас миром. Это уже вне нас. Это проявление силы Бога, проявление Духа Божьего в мире вокруг нас. Библия называет это дарами Духа. В 12-й главе 1-го послания Коринфянам написано, «Братья, не хочу оставить вас в неведении о дарах духовных». Итак, первое наставление. Неведение — это не оправдание. Я рос, когда об этом почти не говорили. Ну что ж, это не повод оставаться в неведении. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам. Без Бога вы возводили многие вещи в статус Бога. Вы служили безгласным, бессильным вещам, уделяя им столько внимания, словно они были на первом месте в вашей жизни. Возможно, выгнались за удовольствиями, успехом, счастьем или отношениями, за чем-то или кем-то, или служили им как Бог. Теперь мы поклоняемся истинному, живому Богу. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Когда проявляется Дух, он становится явным, очевидным ради нашего блага. Дальше перечислены девять даров проявления Духа. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Девять проявлений Духа Божьего служат для общей, а не личной пользы. Речь идет о жизни верующих. Это способы проявления Духа Святого. Нужно понять две важные мысли. Не игнорируйте. Все так запутано. Я не понимаю, я останусь в стороне. Нет, лучше скажите, Господь, помоги мне, я хочу это понять. И затем в последнем стихе написано так. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Дух Святой сам определяет, как проявится его сила. Опять же, он не нарушит вашу свободу воли, не унизит, не завладеет вашим голосом и не заставит вас кататься по полу и лаять, как собака. Никогда. Я видел, как люди странно себя вели и говорили, что это Дух Святой. Я видел и тех, кто подавал еду, считая себя поваром, а я был другого мнения. Но я не перестал есть. Вчера я видел человека, который считал себя водителем. Я бы поспорил. Но я не бросил свою машину. Я заметил в христианстве такую тенденцию. Многие хотят найти того, кто будет пророчествовать, кто скажет какое-то слово от Бога, скажет, что делать и куда идти. Пусть он скажет слово в мою жизнь. Я понимаю, соблазн велик. Но, друзья, это очень опасно. Да, есть время и место, когда это приемлемо. Я знаю об этом. Но не стройте на этом свою жизнь. Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. Лучше осознайте действия Духа Божьего в своей жизни, чтобы вам понимать Его приглашение, Его обещания и Его желания. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая Силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая Силу Святого Духа» «Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая Силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая Силу Святого Духа» «Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok